Вечер во Владимире продолжается. Итак, реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», старт отопительного сезона и газификация. Такой сегодня план разговора с директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Владимирской области Ильей Александровичем Потаповым. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня хотим спросить наших телезрителей, как для них прошел старт отопительного сезона, были проблемы или нет. Поэтому мы включаем интерактивное голосование. Уважаемый телезритель, напоминаю, что звонок абсолютно бесплатный. И дам интересное ваше мнение, которое сегодня мы озвучим как раз в присутствии главы Департамента. Вот и посмотрим, насколько эффективно мы работаем. Итак, давайте обо всем по порядку. Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» — это то, что наглядно видят горожане, жители области, как она преображается. Да, это на самом деле так. У нас в национальном проекте «Жилье и городская среда» реализовываются два национальных проекта, региональных проекта. Это формирование комфортной городской среды. Сначала расскажу про этот проект. В рамках этого проекта происходит благоустройство территорий, это дрововые территории и общественные пространства. В 2019 году стартовал этот наш проект. Соответственно, срок окончания реализации — 2024 года. В 2019 году на проект было выделено денежные средства в размере 590 миллионов рублей. Из этих денежных средств Федерация нам выделила 515 миллионов рублей. Что же мы на них делаем в этом году? В этом году планируется и уже реализовывается благоустройство 150 дворовых территорий, это по всей нашей Владимирской области, и 80 общественных пространств. Сейчас уже проект находится, именно реализация 2019 года находится на стадии завершения. Есть, конечно, те дворы и те общественные территории, которые мы не успеваем пока еще сделать на сегодняшний день, но все проекты будут реализованы до ноября этого года, то есть по прогнозам нашим, соответственно, видению. Что же я дальше еще хотел сказать? Проект этот не остановится в 2019 году, как я сказал. Также уже подтверждены денежные средства, которые будут выделены на 2020 год. Цель этого проекта, что же мы должны достичь? Существует у нас индекс качества городской среды, который рассчитывается, и мы должны его, соответственно, с каждым годом увеличивать на определенный процент. Также одним из показателей национальных проектов является вовлеченность граждан в реализацию этого проекта. В каком амплуа здесь граждане? Ну, мы все с вами живем, здесь и хотим, чтобы наша среда удовлетворяла нашим с вами потребностям. И один из показателей – это вовлеченность в обсуждение тех проектов, дизайн-проектов, которые выставляются, соответственно, на публичное обсуждение, на рейтинговое голосование, где жители уже голосуют, отдают свои голоса за тот или иной проект, за ту или иную территорию, которую они хотели бы видеть, благоустроенные в 2019, 2020 и последующих годах. В этом году, еще раз повторюсь, у нас таких территорий общественных 80 реализовалось. Что же, как у нас обстоят дела с дворами? Дворы жители выбирают самостоятельно, многоквартирных домов, то есть для этого они должны организовать, собрать общее собрание жителей, собственников жилья, на котором проголосовать и утвердить схему благоустройства дворовой территории, и дальше, соответственно, подать заявку в свое муниципальное образование, то есть дальше уже комиссия муниципального образования рассматривает эти заявки. Хочу сразу сказать, что, конечно же, заявок поступает очень большое количество, и сразу удовлетворить потребности всех жителей невозможно. Здесь уже муниципальные комиссии стоят перед очень важным выбором, что все-таки какую очередность соблюдать. Поэтому существуют определенные моменты, по которым все-таки отдается приоритет тем или иным заявкам. С чем это связано? У нас есть минимальный перечень благоустройства, который финансируется, а также жители могут за счет своего софинансирования в соответствующих процентах благоустраивать свои дворовые территории, наполняя их тем, что они хотят. То есть детские площадки и какие-то другие малые архитектурные формы. То есть это уже тоже дается подпочтение. Там, где жители готовы тоже вложить в свой вклад именно с дома, перечислить денежные средства в этом проекте, то это тоже является, конечно, приоритетным. Минимальный перечень у нас составляет, это у нас, можно так сказать, обустройство асфальтового покрытия. В первую очередь установка урн, лавочек, скамейек. То есть то самое минимальное, что должно присутствовать в дворе. То есть это подъезд, пешеходные дорожки, там, где можно было бы отдохнуть, ограждения и так далее. Вот в этом году, еще раз повторюсь, 150. Мы рассчитывали, конечно, на меньшее количество дворов, но так получилось, что денежных средств хватило, и мы превысили те показатели, которые ставила перед нами в начале этого года федерация. Поэтому я считаю, что реализация именно вот этого проекта у нас идет отлично, и мы не будем сбавлять темпы. Мы всегда смотрим и принимаем во внимание те замечания, те недостатки, которые у нас происходят в работе, и с каждым годом мы немножечко улучшаем свою работу, подстраиваемся, где-то мы пересматриваем взаимоотношения с подрядными организациями, и чтобы все-таки мы не выходили за те сроки, именно периода осеннего, летнего, для того, чтобы заканчивать все работы по благоустройству, чтобы не уходить, так сказать, уже в ненастье, и качество работы от этого не страдало. За этим мы всегда следим, поэтому в следующем году у нас будут внесены соответствующие изменения, именно у нас на уровне области. Мы будем ставить задачи, чтобы до 1 сентября все работы были выполнены. Ну, а дальше уже будем это контролировать, и я надеюсь, что все нас в этом поддержат, для того, чтобы мы входили в осень уже с 90-процентной, как минимум, реализацией данного проекта. Некоторые благоустройные территории департамент лично принимал в районах, какие бы вы отметили? Ну, в ходе реализации программы мы, соответственно, выезжаем на места, смотрим лучшие практики, отбираем, смотрим те, так сказать, не то, что выискиваем, где-то у нас бросаются какие-то недостатки, на которые мы указываем и муниципалитетам, и заказчикам, и подрядчикам, чтобы впредь они их не допускали, либо устраняли. Очень хорошо у нас реализуют, и я бы сказал, это отметил бы город Ковров, там и вовлеченность граждан довольно-таки серьезная, и те общественные пространства, которые они выбирают, они их преобразовывают довольно до конца, и это становится, ну, то есть, если вот у нас есть альбом, было и стало, и, кстати, это можно посмотреть у нас сайт, найти ссылку на сайте департамента ЖКХ, именно на сайт, который отражает ход реализации работ по благоустройству. Там есть фотографии, что было до того, как приступили, дальше идет у нас, ну, практически в режиме онлайн изменения, то есть, с периодичностью определенные выкладываются фотографии хода работ, и, соответственно, уже финальная картинка, во что все это преображается. Также хотелось бы отметить округ Муром, город Муром. Единственное, что нас иногда огорчает, вот как раз это произошло недавно в округе Муром, в парке, который все мы так усердно работали в этом направлении, выделили достаточное количество денежных средств, вандалами были вырваны и выкорчаны урны и лавочки, то есть, буквально спустя там, как их установили, через неделю. То есть, здесь, конечно, обидно, да, то есть, и муниципалитеты, и все мы стараемся, и чтобы сделать лучше, но всегда находятся какие-то такие моменты, которые портят это. Ну, конечно, все это восстановили, движемся дальше. Вот, точно так же город Владимир, мы с вами живем в городе Владимир, и мы можем видеть, как город Владимир тоже преображается, и по предыдущим программам было многое сделано, и в этом году парк Чайковского был сдан в Оруме в сроке, здесь хотелось бы отметить, и, в принципе, сейчас это стало точкой, притяжения именно населения, там хорошая детская площадка, соответственно, вот я проезжаю мимо этого парка, вечером видишь, в хорошую погоду гуляют, и на самом деле это стало точкой притяжения населения. Илья Алексеевич, я прерву вас, у нас есть звонок телезрителя, здравствуйте, добро пожаловать в эфир. Здравствуйте, очень благодарны, вот наши, скажем так, вот кто занимается отоплением, на самом деле очень тепло, стало хорошо, это вообще, я прям даже когда было холодно, я прям даже сама даже заболела, вот, была простудная ситуация, но сейчас настолько прям тепло и хорошо, что мы просто очень рады. Большое вам спасибо. Спасибо вам, спасибо вам, мы стараемся. Вот как раз тема нашего голосования, друзья, не забудьте, да, что мы ждем ваших результатов и в конце их обсудим. Что касается такого интересного фотосреза до и после, у нас как раз есть пример вот такой фотофиксации на парк в Собинке. Давайте посмотрим до и после, как выглядит благоустройство, собственно, о котором говорил Илья Александрович. Вот так было до, мы смотрим, что вообще нет асфальта практически, и дороги нет, которая уже врослась непосредственно в зону растительности, и как уже потом это все преобразилось. Даже небольшая набережная получилась, да? Да, мы не успели рассказать, как раз тоже хотел отметить город Собинка. Здесь у нас именно организовалась набережная, и когда мы узнали, что это набережная, они называют набережную, подождите, это же общественное пространство. Парк, вроде бы это парк. Да, это парк, но это получилось то, что это на берегу, и это можно уже называть набережной, и вот как раз очень знаковое, хорошее пространство получилось, я думаю, жители Собинки будут довольны, и тоже так же будут туда приходить, отдыхать, проводить время. Я думаю, стоит еще поговорить о Судогде, там тоже много преобразований, сама недавно там была, и смогла это оценить воочию. Ну, город Судогде у нас немножко здесь в этом году небольшая проблема произошла с отбором подрядчика, это те моменты, которые я говорил ранее, чуть выше, да, то, что существует, что выходит подрядная организация, и в какой-то момент она не может нести те обязательства, которые взяла на себя, и теряя время, почему мы уходим в осень, да, потому что летом заключаются контракты, месяц, два, промедление уже сказывается, и, соответственно, у нас произошло в Судогде, по одному из, соответственно, объекту пришлось расторгнуть договор, который был заключен у нас еще в конце июля, но подрядчик так не смог выполнить работы, но сейчас ситуация номерализовалась, то есть новые торги состоялись, подрядная организация сейчас уже определена, до 13 октября планируется заключение контракта, и выполнение всех работ уйдет, конечно, в ноябре до 15 ноября. Но здесь мы не видим никаких рисков о том, что не выполнится, то есть администрация взяла все под контроль, и мы оказываем все свое содействие, выезжаем, подсказываем, если это необходимо. Но, тем не менее, уже какой-то объем работы выполнен, да? Да, 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 конечно, то есть там останется у нас завершить. То есть, когда, чтобы не страдало качество производства работ, работы подразделяются, это либо асфальт, укладка плитки, то есть именно само благоустройство, оно, конечно, должно производиться при погодных определенных условиях. Что касается установки малых архитектурных форм, они могут производиться чуть позже, то есть здесь уже на них меньше влияет погодные условия, на качество выполнения работ. Поэтому иногда вот в таких ситуациях, в первую очередь, мы всегда делаем, понятно, благоустройство, дальше уже могут уходить в ноябрь именно установка малых архитектурных форм, скамеек, уровень и так далее. То есть здесь уже наполнение именно пространства, именно этими объектами. Есть звонок телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Так, ну я вот только сейчас позвонила. Или я не с вами разговаривала? Нет, нет, не с нами, да. Вот теперь мы в эфире. Вот вы знаете, это Суздальский проспект, дом 3. Это 3. Вот, у нас уже, мы живем, дом уже давно, с 1979 года. В результате у нас получается, вот сейчас идет грязь, все, невозможно, и мы с крыльца, вот у нас крылечка, со ступенек сразу выходим на грязную лужу. Выходим на грязную лужу. Да, да, в грязь. И это, между прочим, у нас уже сколько лет. У нас была администрация, была Деева, был Шохин, смотрели, обещали, и вот уже сколько лет все это так продолжается. Елена Александровна, дополнительные вопросы зададите? А у вас... А теперь собираемся идти куда-то на прием, что-то делать. А вот видите, хорошо у вас передача. Да, Суздальский проспект, дом 3. Я, насколько понимаю, вы выходите, у вас нет тротуара, вы выходите сразу на проезжую часть. Мы сразу выходим. У нас двор вот такой, такой двор. Да, я знаю, у вас тротуар находится на другой стороне, вот дома, да? Ну, у нас-то крыльцо-то сделано на эту сторону, мы что теперь можем изменить? Нет, ну здесь вопрос, да, понятен, спасибо большое. Мы еще раз его проговорим, будем рекомендовать администрации включить в эту программу комфортная городская среда. То есть, если я не ошибаюсь, на самом деле, Суздальский проспект, дом 3, дворовое пространство обустроено таким образом, что выходя из входной группы, из подъезда, мы попадаем на проезжую часть, а тротуар находится через проезжую часть. И поэтому, ну, проезжая часть у нас не всегда в таком состоянии, как тротуары, да? И там ямы присутствуют и так далее. И, видимо, вот жители вот выходят вот в это, ну, то есть, именно выходить некуда. Они выходят на проезжую часть, которая, возможно, тоже разрушена. Я себе пометил, то есть, обязательно при следующем году мы будем рекомендовать при отборе администрации города Владимир, чтобы они обратили внимание на этот объект. Ну, я думаю, что они знают, и здесь нужно поработать жителям, я, как еще раз сказал, с управляющей компанией. Оформить протокол общего собрания о том, что они желают и хотят, есть намерение это сделать, и это необходимо сделать, и отнести, соответственно, в администрацию города Владимир для включения. Вот, со своей стороны я возьму это на контроль, как департамент, мы возьмем это на контроль. И точно так же порекомендуем городу взять эту. Спасибо. Лично был, видел, знаю. Ситуацию надо решать. Так, с комфортной городской средой мы разобрались. Да, с комфортной городской средой, в принципе, у нас вот, я думаю, что... Это один из проектов в рамках НАЦПроекта. Да, второй у нас региональный проект, это у нас, мы его, так говорим, это переселение граждан из аварийного жилья. Ну, на самом деле, полностью, это обеспечение устойчивого сокращения, непригодного для проживания жилищного фонда. Попросту, это, соответственно, переселение аварийного жилищного фонда. Проект точно так же будет реализовываться с 2019 по 2024 год. Эти средства, выделенные на весь период, составляют 4 с лишним миллиарда рублей, 4 миллиарда 700 миллионов. На эти деньги планируется переселить 7 тысяч граждан. В эту программу вошли у нас 329 домов. Это те дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. То есть вот эти дома, которые были именно в этот период признаны, были выпущены постановления администрации о том, что они являются аварийными, они попали в эту программу, и, соответственно, за эти годы они будут переселены. В этом году у нас, мы идем с небольшим опережением, реализация программы 2019 года у нас планируется 2019-2020 год. То есть показатель на 2019 год мы уже выполнили, идем с небольшим опережением. То есть здесь тоже рисков мы никаких не видим, то, что в программе не работало. И что еще хотел бы сказать? Хотел бы сказать, что министерство, замминистра Максим Борисович Егоров отметил, как раз как мы реализуем эту программу. Соответственно, в СМИ была дана оценка муниципалитетов и регионов, кто как. Мы вошли в тройку лидеров. Нас отметили, то есть по тем объективным причинам, которые я назвал, то, что мы, соответственно, идем с опережением. Хотелось бы отметить, что большая доля домов аварийных это у нас в городе Гусь-Крустальный, Струнино и Собинки. Что касается тех домов, которые были признаны после 1 января 2017 года. Здесь по решению губернатора создана областная программа, на которую выделяются областные денежные средства в размере порядка 170 миллионов рублей. Точно так же на эти же года. И мы туда включаем те дома, которые были признаны до 1 января 2018 года. То есть те дома, которые не попали, мы хотим идти с небольшим опережением, на это выделены денежные средства. В этом году деньги областные были также губернатором, по распоряжению губернатора направлены в городу Собинка, это на расселение казарм. В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла в том году, там произошло обрушение, перекрытие. Соответственно, губернатор поручил выделить денежные средства. Это тоже сейчас в этом году все жители оттуда будут переселены. Вопрос все равно остается открытым. То есть там порядка еще где-то двух домов необходимо. Ну мы в этом плане работаем и будем продолжать дальше. На оставшуюся сумму, это где-то порядка 124 миллионов рублей, мы также планируем расселить 306 человек. Это по областной программе. Итого у нас получается 306 человек мы переселяем на областные деньги. И также на федеральный проект мы должны расселить, уже расселили 129 человек, идем с опережением расселить, должны 309. То есть у нас на следующий год мы уже практически половину плана выполнили. И в этом году мы еще переселим в 65. То есть если все это сложить, ну где-то вот у нас в принципе должно получиться, что 306 плюс 200, 500 человек должно переселиться. И соответственно дальше эти дома будут сноситься, чтобы они не стали местом, так сказать, приведения времени каких-либо социальных элементов и так далее. Ну и не портили облик наших городов и муниципалитетов. Что касается областного центра, много ли здесь домов ветхих? Я сейчас так не могу сказать, но где-то порядка 50 домов, если мне не изменяет память всего аварийных домов. Соответственно здесь мы работаем. У нас какие существуют проблемы в реализации этого проекта? Это конечно стоимость квадратного метра. Те денежные средства, которые мы выделяем, мы выделяем их по квадратным метрам из расчета стоимость квадратного метра 36 900 рублей. В городе Владимире, в центральном городе нашей области, в центре субъекта, соответственно цены квадратного метра выше. Здесь губернаторам дано было поручение департаменту разработать программу действий, дорожную карту. Как бы мы смогли преодолевать вот эти, так сказать... Разницы. Да, разницы, да. И как же выходить из этой ситуации, чтобы и город Владимир не переплачил за квадратные метры. И мы как область и с помощью федеральных денежных средств смогли в полной мере оказывать помощь муниципалитетам. То есть сейчас мы готовим определенную, так сказать, карту, прям дорожную карту. То есть первым действием мы сейчас, конечно, будем рассчитывать, сколько же стоит квадратный метр в каждом муниципалитете, чтобы понять, возможно, применим диверсификацию, соответственно, по распределению денежных средств. Также разрабатываются другие механизмы реализации программы. Это не покупать в строящихся домах, а можно, соответственно, чтобы муниципалитеты сами строили дома. Это уже будет по типовым проектам. Это уже будет, соответственно, обходиться муниципалитету, возможно, дешевле. То есть сейчас мы эти вопросы прорабатываем и со всеми муниципалитетами мы ведем работу. Что хочу сказать. Например, город Ковров, они сами строят. То есть у них есть такая практика, они сами строят. Понятно, что, возможно, дом нельзя построить за один год. То есть они пишут нам, соответственно, запросы о том, что мы перераспределяем денежные средства на года и подтверждают, что они реализуют то или иное переселение за два года, когда у них будет сдан дом. Точно так же дома строятся в Собинке. То есть там происходит переселение строящей дома и Гусь-Хустальный. Вот. В Владимире, ну, пока город Владимир сам не строят. Ну, мы вот сейчас прорабатываем те моменты, именно чтобы сминимизировать вот эти риски. И чтобы как можно меньше задействовать, отвлекать денежные средства из бюджетов муниципалитета на это. Снова есть звонок телезрителя. Добро пожаловать в эфир. Слушаем вас, говорите. Алло. Алло. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Я председатель совета дома Верхняя Дуброва, дом 6. Вы знаете наш район, вы были в нашем районе. Вот у меня такая ситуация по поводу отопления. Каждый год, когда дают отопление, ну, включают пробное отопление, у нас тепловой узел, тепломагистраль, идет от 8-го дома по улице Верхняя Дуброва к нашему 6-му дому. И трубы каждый год, когда дают пробное отопление, трубы прорываются. Причем такая ситуация каждый год. Вот, и возмущает то, что почему нельзя вот сделать один раз, а примонтировать эти участки, то есть не латать эти участки ржавыми кусками, не цинкованным железом, а неизвестно где, на какой помойке находят эти вот участки, латают. Вот, но ситуация в том, что, значит, одна бригада ВКС приходит, роет яму, другие, значит, варят, третьи закапывают. Вот, ну, смысл в том, что, вот, значит, трубы положили, прошло две недели, яма огорожена, она до сих пор не закопана, то есть идут дожди, вода вся течет в эту яму. Двор у нас, территория, находится под наклоном, и вся вот эта вода скапливается в яме, она течет к нам в подвал. У нас в подвале находится тоже наше общедомовое имущество, трубы, которые приходят в негодность, которые мы должны, собственники, ремонтировать за свой счет. Вот, и вот возмущает, почему каждый год такая ситуация, то есть всегда, когда дают отопление, вот именно в этом месте трубы рвут, их латают ржавыми кусками металла. Спасибо, спасибо. Спасибо, поняли, да. Хорошо, я пометил, да, Верхний Дубровод, дом 6, ну, что я могу сказать? У нас, конечно, сети находятся, большое количество сетей находятся в ветком состоянии, здесь отрицать это нельзя. Каждая теплослабжающая организация имеет свою инвестиционную программу, в рамках которых она должна реализовывать те мероприятия по устранению аварийных участков, которые, по ее мнению, необходимо, в первую очередь, соответственно, устранять. Ну, мы проработаем с ВКС, именно культуру проведения работ, что касается восстановления благоустройства после проведения работ, да, проблемы существуют. И особенно, когда, если подвалы подтапливают, это, конечно, недопустимо. Ну, я завтра свяжусь с руководителем ВКС, и мы проговорим с ним именно по этому вопросу. В чем причина, что эта ситуация повторяется каждый год? Ну, смотрите, то есть, прежде чем войти в отопительный сезон, вся инфраструктура проходит испытание. То есть, это не пробный, соответственно, пуск тепла, а это опрессовка, это подается давление, и, соответственно, проверяются, насколько прачечные трубы. И, соответственно, сколько они выдержат гидравлические нагрузки, и, соответственно, именно когда будет подаваться тепло. Мы с вами все видим, что город у нас начинает в этот момент перерывать, когда происходит. Ну, это, конечно, связано, я еще раз говорю, с большим износом. Сейчас пришел новый руководитель в Т-Плюс. Понимание есть, мы с ним встречались. То есть, он видит те проблемы, которые нужно устранять. Человек опытный, я бы сказал, он работал на севере в Коми, и там перепады температур другие. То есть, квалификации у него и профессионализма хватит. Мы с ним проговорим, и уже будем учитывать вот эти моменты при формировании новых инвест-программ, когда мы им согласовываем. То есть, они сами формируют инвест-программы, мы им либо согласовываем, либо даем какие-то замечания. Здесь дальше, конечно, мы тоже контролируем, как у них все это, они отчитываются. Не всегда они все успевают сделать. Ну, я не могу сказать, за какую конкретную теплоснабжающую организацию, почему у них так происходит и так далее. Но то, что износ сетей существует, это есть. Здесь мы со стороны области помогаем теплоснабжающим организациям, водоканалам. У нас существует областная программа, это модернизация, программа модернизации, в которую муниципалитеты могут подавать заявки. Соответственно, если не хватает денежных средств из тарифного источника, мы с удовольствием дадим областные деньги для того, чтобы таких проблем становилось все меньше и меньше. ВКС у нас не участвует, но ВКС и так достаточно хороший тариф и хороший задел, и довольно-таки сильная компания. Я думаю, что они могут совсем справиться сами. А то, что вовремя не восстанавливается благоустройство, ну, это надо настроить работу аварийных бригад, либо ремонтных бригад, правильно распределять денежные средства. Ну, я еще раз говорю, я не могу сказать за другую компанию. Но проблема существует. Существует то, что порывов становится очень много, когда дается тепло, а это мы просто не успеваем. Прошу сообщать о всех таких моментах на горячую линию, либо в департамент ЖКХ, либо в ГЖИ, особенно, когда уже идет подтопление подвалов, это недопустимо. Ну, и также сообщать свою управляющую компанию, чтобы они принимали меры и встречались с руководителями теплооснабжающих организаций. Это не только ВКС касается, это всех муниципалитетов касается. То есть, управляющая компания. Вы сейчас видите на своих экранах, да, мы еще раз после рекламы поговорим о том, с какими вопросами можно обращаться на нее, и продолжим тему отопительного сезона. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию, пока промежуточные итоги голосования на вопросы в вашем доме отопления дали без проблем. 27% говорят, что да, без проблем, а 73%, увы, нет, были какие-то сбои. Так вот, сейчас как раз вторую половину программы, поговорим о старте отопительного сезона, насколько в этом году наш регион был готов к нему. Что касается отопительного сезона, область отопительный период вошла в плановом режиме, без серьезных аварийных ситуаций. Что может отражать у нас с вами опрос? Надо здесь разделить то, что у нас есть с вами это жилые дома, где мы с вами проживаем, этот жилищный фонд, и, как мы уже ранее говорили, теплоснабжающие организации. Те и другие готовятся к приему тепла. Теплоснабжающие организации готовят свои котельные сети, и вот мы сейчас их только что обсуждали, как все происходит. Устраняют неполадки, производят ремонтные работы, реализовывают свои инвест-программы для того, чтобы улучшить качество своей работы. Жилые дома у нас готовят либо управляющие компании, либо ТСЖ, то есть это все, что касается внутридомового оборудования. Что же у нас происходит при пуске, соответственно, отопительного сезона? Даже если у нас теплоснабжающие организации подготовились и вышли у них котельные на все температурные гидравлические режимы, у нас должны правильно запуститься с вами дома. Так как дома у нас разной высотности, существует схема теплоснабжения, все это у нас завязано на гидравлику. И, скорее всего, жители всегда испытывают именно неудобства при пуске именно в домах тепла. С чем это связано? Это связано либо с завоздушиванием системы, неправильно подали, либо не вышли на гидравлический режим, и дом не запускается. Такие проблемы существуют. И вот это мы с вами, как обыватели, как жители, мы это с вами видим. Здесь я полностью, возможно, могу согласиться, может быть мы догоним 50 на 50. Да, может быть будет 50 на 50, потому что, в принципе, в момент пуска тепла ежедневно, даже по несколько раз в день собираются совещания тех компаний, которые запускают жилые дома, те компании, которые теплоснабжающие запускают свои котельные. Конечно, здесь идет, так сказать, притирка систем. И от чего же это зависит? Качество. Вот если дом плохо подготовлен к отопительному сезону, то есть дома точно так же, систему отопления должны промывать, точно так же должны, чтобы она была, соответственно, чистая ежегодно. Все это в присутствии инспекторов тепловых инспекций от теплоснабжающих организаций, либо от какой-то другой. То есть все это фиксируется актами. Если эти работы не проводятся, то, конечно, потом могут возникать проблемы. Ну, посмотрим. Может быть мы увидим 50 на 50 в голосовании. Но по данным департамента, жилищный фонд был готов в срок. А жилищный фонд у нас должен получить паспорта готовности и 15 сентября. То есть это тот день, та дата отсечки, когда жилищники отчитываются. Сейчас у нас отчитались, соответственно, теплоснабжающие организации. И сейчас мы находимся в той стадии, когда муниципальные образования должны получить паспорта готовности. Паспорта готовности они должны получить до 15 ноября. Как раз сегодня закончился прием заявок Ростехнадзоре. То есть на сегодняшний день мне доложили, пока я ехал в студию, что все муниципальные образования подали заявки в Ростехнадзор на получение паспортов готовности. Первыми рассмотрели, насколько мне не имеет память, это Суздальский район и Киржачский район. В принципе, там явных таких нарушений нет. Я думаю, что они устранят, и одни из первых получат паспорта готовности эти два муниципальных образования. То есть сейчас идет работа комиссии Ростехнадзора по проверке тех документов, которые оформлялись за все время подготовки к отопительным сезонам. Еще бы хотелось заметить, что подготовка к отопительным сезонам у нас начинается, как только заканчивается отопительный сезон. Поэтому было у нас порядка четырех месяцев. То есть если брать с мая, даже больше, да, чтобы подготовиться. Продолжим, а выслушаем телезрители пока, он с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня такой вопрос, как бы немножечко опережая события. Вот как нам провести обследование в квартирах отопительной системы, из-за чего падает у нас температурный режим, вот когда там декабрь, январь, февраль, когда вот именно действительно наступает зима натуральная. У нас в квартирах очень холодно, вот конкретно лично у меня. А где вы проживаете адрес? Управляющей компании мы обращаемся, они приходят, замеряют нам температуру. Но есть 18 градусов, а иногда нет. Ну там перерасчет совершенно незначительный, но я хочу жить в теплоте. Скажите, какой адрес? Добросельская, 177, квартира 94. Добросельская, 175. Квартира 94. Вам нужно обратиться, у нас вот есть как раз горячая линия, это государственная жилищная инспекция, вы можете точно так же обратиться туда, именно с жалобой написать заявление о том, что температурный режим вашей квартиры не соответствует норме. приедут, замеряют, дадут подписание либо управляющей компании, это уже их работа, они уже отработают с вами, то есть все сделают, все что нужно, и дадут именно тем компаниям, именно тем организациям, которые отвечают за это и где найдут недостатки. То есть нужно обратиться на горячую линию. Хотелось бы раз про горячую линию еще раз рассказать, куда же нужно сообщать о тех проблемах, с которыми вы столкнулись. Ну то есть в первую очередь, как правильно сейчас женщина говорила, обращаться в управляющую компанию, это в первую очередь, либо в свое ТСЖ, либо старшему по дому сообщать. Дальше уже, соответственно, идет администрация, либо города, либо районная администрация, у всех у них существует, при них существуют отделы жилищно-кумунального хозяйства, которые смогут в этом разобраться. Если все это не помогает, то тогда уже горячая линия ГЖИ, государственная жилищная инспекция, либо департаменты, мы обязательно вам в этом поможем разобраться. Информацию о телефонах горячей линии муниципалитетов, муниципальных образований городов, вы можете увидеть у нас на сайте департамента ЖКХ, это все размещено на сайте ГЖИ, точно так же все отражено. Здесь мы всегда готовы помочь, отреагировать, выехать на место и разобраться в ситуации. Возвращаемся к отопительному сезону, и мы как раз говорили о том, что делается в период тогда, когда получается межсезонье для отопительного периода, какая работа подготовительная ведется? Подготовительная работа ведется не только на инженерных сетях, точно так же должны готовиться и контуры жилых домов, это кровли, идет ремонт кровель, идет ремонт фасадов, должен производиться остекление оконного и так далее. Для этого существует такая система обходов, осмотров весенних, осенних осмотров, то есть когда у нас заканчивается зима, управляющая компания, либо ТСЖ, либо кто управляет домом, совместно с комиссией, с жителями обходят, осматривают, соответственно, строение, свой многоквартирный дом, находят те недостатки, которые существуют либо в отмостке, либо щели, где-то штукатурка у фасада отошла, либо где-то остекление нарушено в подъездах. Подвальные помещения также смотрят, чтобы их не подтапывало кровли где-то притекает. Это все фиксируется и это устраняется, соответственно, силами управляющей компании, именно за те денежные средства, которые мы с вами, как жители, платим за обслуживание управляющей компанией. Также производится капитальный ремонт в рамках капитального ремонта, это производит фонд капитального ремонта, если ваш дом попал, то эти все работы тоже должны быть завершены до начала топительного сезона. Ну и, конечно же, это инженерия, то есть должны быть проверены все стояки, радиаторы, то есть подвальное помещение, должна присутствовать теплоизоляция в подвальных помещениях, на трубах должна быть исправлена запорная арматура, там очень много нюансов тех, именно технических. Это что касается жилищного фонда. Такие же мероприятия производят у нас и теплоснабжающие организации, только у них масштабы больше, они подготавливают котлы, заключают договора, на поставку энергоресурсов гасят долги, если у них существуют за энергоресурсы, потому что это тоже один из причин неполучения паспортов готовности. Ну и, соответственно, в основном это, конечно, сети. Большей степени потери идут через сети. Этот, как вот жительница звонила нам с Верхнедоброва, дом 6, то есть если они идут воздушным путем, то есть надземные сети, они должны, соответственно, быть заизолированы, чтобы не происходило теплопотер. В прошлом году, в прошлом отопительном периоде, Александровские и Везняковские районы не получили паспорта готовности в этом году. Они, наверное, были в пристальном внимании. Да. Ну, на самом деле у нас все муниципалитеты в пристальном внимании, но я хочу сказать, что мы не просто смотрим и грозим пальчиком, мы всегда готовы оказать содействие, то есть поэтому мы и смотрим, да, не для того, чтобы сказать, кто плохой, кто хороший, а именно, чтобы мы смогли вместе подойти к топительному сезону именно в полной готовности. Что касается Везняковского района, на самом деле там проблема до сих пор еще существует. Глава администрации приезжал на совещание к губернатору, губернатор вызывал, лично разбирался в той ситуации, которая там сложилась. Сейчас решением комиссии по чрезвычайной ситуации Везняковского района определена теплоснабжающая организация, пуск тепла был произведен, то есть все котельные работают, жилищный фонд, соответственно, и социальная сфера находятся в работе, то есть нигде никаких проблем сейчас у нас не наблюдается, ну, пока это у нас температурный режим еще не зимний, можно так сказать. Дальше администрации даны рекомендации, и сейчас она прорабатывает вопрос о заключении концессии с одной из компаний, которая, соответственно, выиграет соответствующий конкурс. И это планируется сделать до конца года, то есть в основном холода у нас начинается январь-февраль, это самые серьезные месяцы для тепловиков, и вот к этому периоду уже должна зайти та компания, которая возьмет на себя вот это бремя по Везняковскому району, и, соответственно, все у нас должно будет пройти, так сказать, безаварийно. Что касается Александровского района, там сейчас у нас новая глава, новая команда, в принципе, заместителем главы администрации по ЖКХ мы тоже находимся на связи, понимание есть, сейчас они тоже вошли в отопительный сезон. Что скажет Ростехнадзор? Я сказал, это будет 15 ноября, то есть посмотрим, какие замечания Ростехнадзор выдаст, смогут ли они их устранить, и это уже будет приниматься решение о выдаче им паспортов. Но у всех задачи есть, все понимают, что нужно получить паспорт готовности, потому что это, соответственно, отражает ту готовность и ту безопасность теплоснабжения, она подтверждается документально. Меньше минуты до завершения эфира, как обещали, ситуация по голосованию изменилась, в лучшую сторону 43% да, а 57% нет. Ну, практически пополам. Да, мы рады стараться. Комментировать я здесь, я уже многое сказал о топливном сезоне, процесс это очень серьезный, ну, я еще раз говорю, что такие опросы помогают оценивать нам нашу работу, оценивать работу тех людей, тех организаций, которые работают на местах, поэтому спасибо вам большое за данный опрос, мы это возьмем, если бы еще было бы где кто, недоволен, было бы еще лучше. Спасибо огромное, мы это учтем. Это был Илья Потапов, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо.